Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй, и мы продолжаем играть в нашу любимую карьеру на карте свопа Агра. Верными шагами, друзья, мы развиваемся, и сегодня не исключение, у нас будет новое предприятие, и хотя бы по названию видео уже догадались, что за оно, но не суть важно. В общем-то, как обычно, друзья, давайте начнем с того, что посмотрим, что у нас вообще происходит. Во-первых, с момента записи последней серии, вот этот товарищ все еще убирает траву с поля, и осталось ее здесь еще, скажем так, ну, довольно много. Он еще даже по кругу не все проходки завершил. Раз, два, три, четыре, пять или нет, это уже пошли не круговые, вот здесь будет видно, если поперек встать. Да, ему еще целых два круга ехать минимум, так что тут работает непочатый край, пускай, в общем-то, возит траву, не будем его отвлекать. Далее, Джиси Бишка, она у нас сейчас возит лаванду, и, блин, у нее после цемента осталась скорость до 40 километров в час, я забыл это убрать. В общем-то, этот товарищ у нас на завод эфирных масел возит лаванду, которую мы в прошлый раз убрали. После того, как он ее всю вывезет, мы поставим его на другую работу. Там, в принципе, ему раз 10 где-то надо съездить, я думаю, он это быстро сделает. Далее, друзья, наша мельница, которую мы купили и построили в прошлой серии, и, соответственно, вечером до закрытия, до 8 утра, я успел сюда завести один прицеп чистого зерна. 30 кубов из него уже переработалось, и у нас уже есть даже мука какая-то, да? 16 кубов муки есть на складе, и плюс еще то, что не попало на склад, в частности, вот эти вот два поддона. В общем-то, мука у нас производится, и наша задача сегодня забить это предприятие ресурсами, и потом записать еще маршрут на чистое зерно, на доставку чистого зерна сюда. Чистое зерно у нас производится на сепараторе путем очистки грязного зерна, я, в общем-то, не знаю, как объяснить. Ну, сюда мы ресурсы завезли, как только вывезли отсюда продукцию. Наверное, это было за кадром, я, честно говоря, не помню. Ну, да ладно. В общем-то, это предприятие у нас работает, и пока что ничего с ним делать не надо. Далее, химпром, друзья, который производит так нужные нам мешки. Они здесь на складе есть, но полимеров у нас нету, поэтому нужно будет съездить сегодня, отвезти полимеры на это предприятие, чтобы дальше вырабатывались у нас эти самые мешки. Они нам, в общем-то, понадобятся, и лучше пускай они будут с запасом, чем их потом будет не хватать. Ну, и наш завод НПЗ. Нефть здесь до сих пор перерабатывается, мы ее сюда очень дохрена завезли. Есть здесь 318 кубов дизеля, ну и, соответственно, есть полимеры, которые мы отвезем сегодня. Два прицепа, то бишь 64 куба полностью забьем завод химпром полимерами, чтобы он у нас не стоял. Плюс, друзья, отсюда же мы вывезем один прицеп дизеля, который отвезем себе на базу. Вот здесь вот мы его будем забирать, а остальное уже будем продавать. Наверное, не в этой серии, а, может, в следующей, может, через одну, неважно. Когда, в общем-то, по деньгам припрет, у нас здесь есть неплохой склад денег. Плюс, друзья, дохренища денег в виде цемента у нас лежит на цементном заводе, и здесь уже 343 куба его получилось. Так что, когда освободится наша GCB-шка, мы ее отправим сюда кататься и продавать цементик. А также, друзья, завод растительных масел, который мы собираемся сегодня купить. Сюда нужно будет привезти биогаз, воду, поддоны, картон и подсолнечник, либо канолу. Кстати, канолу у нас вроде как и очень мало. На выходе мы, в общем-то, будем получать жмых или жжем, наверное, жмых. И, соответственно, растительное масло. Оно у нас тоже пойдет не на продажу, оно нам потребуется для дальнейших производств. У нас на продажу пока что только лавандовое масло идет, это эфирное. Но ничего, скоро уже начнем косить бабло и будем жить припевающе. Хотя и сейчас я бы не сказал, что мы прям бедно живем. Ну да ладно. Далее, друзья, нам нужно замутить пассив. И, да простят меня боги хардкора, я все-таки поставлю один внос удобрений, дабы сильно сократить время по посеву. Я понимаю, что иногда интереснее три раза вносить удобрения. Но, ребята, мы это уже все проходили, и у нас цель успеть посмотреть все. Карта на 19-я ферма уже активно тестируется разработчиками. Я ее тоже уже успел оценить. В принципе, много чего даже с моей версией поменялось уже. Они ее постоянно допиливают, и уже вот-вот будет релиз. Пока без производств, но уже будет хотеться в нее играть. Поэтому надо, в общем-то, как-то ускорить темпы нашего развития и все посмотреть. Поэтому, друзья, у нас будет одно удобрение. В общем-то, давайте поставим пока посев. Начнем мы, конечно же, вот с нашего красного товарища, который первоначально все это дело удобрит. С ним у нас все просто. Поле 31, удобрение 40 метров. Со стартовой точки запустить по маршруту, и все. В общем-то, он у нас справится немаленький. Далее, вслед за ним мы поставим вальтру, которая будет все это дело культивировать. С ним, в принципе, тоже все просто. Поле 31, посев 12 метров. И со стартовой точки этого товарища мы тоже запускаем. Далее мы переносимся на пятое поле. И так как нам не нужно ждать сейчас удобрения этого поля, мы можем сразу поставить работать сюда культиватор также. Этому парню то же самое. Поле 0,5, посев 12 метров. Со стартовой точки разные полевые работы запускаем по маршруту. И все, никаких проблем у него тоже не будет. А мы возвращаемся на 31 поле. Немножко отпустили мы культиватор. И так как у нас здесь один этап удобрения, то следом можно поставить и сейлку. Соответственно, маршрут у нас сохраненный уже был. На посев точно по нему же идет культиватор, в принципе. Ну и плюс комбинированный маршрут на заправку с семенами. На нашей сельхозхимии, в общем-то, со стартовой точки этого товарища мы сразу же запускаем. И мы опять возвращаемся на пятое поле. Культиватор немножко уехал вперед. Мы ему дали фору. Поэтому вслед за ним следом же ставим сейлку. Со стартовой точки точно такой же маршрут, как на 31 поле. В общем-то, друг, давай, поехал, я в тебя верю. Также, друзья, у нас осталось наше большое 13 поле. На нем сейчас никто не работает, потому что банально нету тракторов и культиваторов. И денег, соответственно, на них тоже нету. Но так как у нас поле 05 намного меньше, чем 31, в общем-то мы, как только закончится посев пятого поля, перегоним технику на 13. И они должны будут закончить примерно в одно и то же время. Ну, друзья, посев мы организовали. Поэтому пришло самое время нам немножко покататься самим. Открываем наш гараж. Я тут как-то абы как припарковал нам на самом деле нашего Америкоса. Наша задача сейчас отвезти полимеры на Химпром. Оттуда забрать мешки. Отвезти их на мельницу. И привезти туда также поддоны. Сколько там, кстати, этого всего добра у нас влазит? Мешки 32 куба влезет как раз один прицеп. Да и поддонов тоже один прицеп 32 куба мы отвезем. Чистое зерно уже будем возить потом маршрутиком. Замутим по курсплейчику, когда освободится Джесси Бишка, которая сейчас возит лаванду. Давайте, друзья, наверное, мы даже начнем с поддонов, потому что они здесь рядом находятся. И потом уже съездим на Химпром за мешками и отвезем туда полимеры. В общем-то погнали кататься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, забили мы все дело мешками и поддонами. Мешков, кстати, у нас оказалось вообще мало. Я их забрал абсолютно все со склада и все равно чуть-чуть не хватило до полного прицепа. В любом случае, я очень надеюсь, что поддонов и мешков здесь будет надолго. Чистое зерно мы, по возможности, конечно, будем пополнять. Есть такая возможность представиться, конечно. Лаванды тем самым осталось у нас половина. Пять раз ему осталось съездить. Шесть. Шесть раз еще осталось съездить. Тем временем, друзья, у нас закончил удобрять поле трактор с удобрялкой. И поэтому мы прерываем ему маршрут и загружаем маршрут на пятом поле удобрения пятого поля. Надеюсь, там без казусов обойдется. В принципе, три трактора там вполне могут работать. Единственное, что этот будет их как-то обгонять. Выставляем этого товарища к стартовой точке примерно. Нажимаем запуск со стартовой точки. И, в общем-то, он вроде как должен все сделать без проблем. Ну а мы тогда перемещаемся к заводу растительных масел. Соответственно, покупаем его. Вносим 300 тысяч. И почему-то шлагбаум опустился. Вот тебе здрасте. А ну-ка заплатите. И вот, шлагбаум открывается. Это непонятный прикол какой-то был. Давайте сюда зайдем. Посмотрим, что здесь вообще надо. Нужны пустые поддоны, картон, подсолнух, вода и биогаз. Соответственно, пустых поддонов и картона мы завезем сюда по одному прицепу. По 32 тысячи литров у нас получится. Воды и биогаза. Воды и биогаза забьем полностью. У нас, благо, все это дело есть. Ну и потом уже по маршруту заполним подсолнух канолой. В общем-то, скорее всего, подсолнухом, потому что он у нас его больше. Хотя у нас мало и того, и другого. Мы, в общем-то, и подсолнух, и канолу сюда отвезем. Замутим курсплейчик и, в общем-то, будет он возить. Поэтому возвращаемся к нашему тягачу. И поехали сначала на склад, потом за жидкостями. То бишь биогаз-вода. Поехали. 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 Субтитры подогнал «Симон» И друзья, мы отвезли все поддоны, теперь у нас наполняется водичка И удобрялка тем временем завершила свою работу Поэтому ее мы отсюда снимаем и перегоняем на 13-е поле, которое еще не удобрено Здесь со стартовой точки этого товарища запускаем и он все сделает А мы тем временем возвращаемся к нашему Америкосу И погнали, в общем-то, возить эти гребаные жидкости на наш новый завод ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну и, в общем-то, друзья, все мы здесь забили Осталось только привезти сюда подсолнуху Канолу Это мы уже оставим на совесть курсплея Соответственно, я так понимаю, последний рейс остался нашему товарищу, который возит лаванду Да, вот он шестой заканчивает, еще седьмой неполно ему осталось И потом мы возьмемся тогда уже за запись новых маршрутов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, лаванда у нас полностью отвезена И теперь мы можем занять GCP-шку и заняться своими делами А именно, друзья, нам нужно записать маршрут Во-первых, на мельницу Во-вторых, на завод растительных масел Между делом, кстати, у нас закончилась культивация пятого поля И я уже переставил сюда Нью-Холланда на тринадцатое поле Пускай он здесь культивирует Удобрение здесь тоже закончилось И трактор я поставил в ангар Посев на пятом поле еще чуть-чуть осталось В общем-то, как только закончить, мы его тоже сюда перевезем А пока мы запишем маршрут на очищенное зерно Которое будет возиться на мельницу Соответственно, давайте его сюда загрузим У нас 50 тысяч всего его здесь есть Да, уж как-то маловато с ним Надо постоянно будет следить за сепаратором Там очень мало влазит, всего 200 тысяч Поэтому его постоянно придется, в общем-то, довозить Опустошать там вроде 600 тысяч чистого зерна может остаться Это нормально А так, ну, в общем-то, будем за ним следить более пристально Чем за остальными всеми заводами В общем-то, начинаем запись маршрута И поехали! На этом самом месте мы этот маршрут останавливаем Запись этого маршрута, точнее Сохраняем его как зерно мельница Ну и, соответственно, конечно же, его нужно протестировать Поэтому запускаем его на один разик В общем-то, пускай скатается Да тут 10 тысяч осталось Каких два разика может вообще быть? Да, такой фиг он сейчас загрузится Вот так вот Соответственно, с ближайшей точки Сейчас он должен будет загрузиться Напишет потом, что в бункере недостаточно Мы его поставим потом вручную отправить дальше Оп, пошла загрузочка Все хорошо И вот он пишет, что недостаточно Поэтому надо нажать отправить сейчас В общем-то, ждем его на мельнице А пока, кстати, у нас закончил работать Чувак, который сеял у нас пятое поле Поэтому мы знаете, что сейчас делаем Мы прямо оттуда сейчас загрузим маршрут на посев 13-го поля А также загрузим маршрут на пополнение сейлки И маршрут на пополнение сейлки У нас же проходит прямо здесь рядом Поэтому мы сейчас его отправим Прямо на этот самый На сельхозхимию Он полностью заполнится И все Сеять мы, кстати, будем хмель На 13-е поле И убирать потом, соответственно, тоже будем хмель Вот смотрите Вот отсюда мы с ближайшей точки его запускаем Он ее ловит Соответственно, он поедет заправиться И вернется на поле Со стартовой точки там начнет И все будет окай Не надо его вручную гнать туда Отлично, друзья Он, в общем-то, здесь выгружается И все с ним будет в порядке Маршрут рабочий Оставляем его таким, какой он есть Замечательно Ну и, друзья, последний штрик, так сказать, на сегодня Это маршрут на наш новый завод растительных масел Соответственно, подъезжаем под точку загрузки Загружаемся чем-нибудь Например, канолой можно И, друзья, у нас случилась беда У нас утопился трактор Какого хрена, дружище, ты сюда полез? Как он здесь оказался? Курсплей, ты что наделал? Ты мне Т8 утопил В общем-то, друзья, посев на этом поле Нам нужно временно приостановить А Т8-го, соответственно, сбрасываем в магазин Тут другого варианта я не вижу Ну и культиватор, соответственно, тоже И из воды его доставать то еще удовольствие будет Благо, он сразу починился И все прекрасно Я хрен его знает, что случилось Я первый раз такое И, друзья, судя по тому, что он уже сделал Ему почему-то составило большого труда Развернуться на первую проходку Давайте-ка еще раз загрузим ему этот самый маршрутец И с ближайшей точки вот здесь вот его выставим И проследим за его действиями Но, видимо, вот так вот оно и произошло Он почему-то едет дальше топиться Причем он явно едет именно топиться Хотя он должен был поехать именно вот сюда Ну ладно, тогда его вручную поставим Главное, чтобы сеялка здесь не утопилась Не повторила подвигов Хотя по этому маршруту все прекрасно раньше работало Я хрен его знает В общем-то, ладно Культиватор запустили Дальше он вроде как должен нормально справиться Сеялка, соответственно, пускай тоже дальше работает С ближайшей точки И очень надеюсь, что она не решит покончить жизнь самоубийством В общем бы не хотелось этого А мы тогда возвращаемся к нашей GCB-шке На ней нужно записать маршрут на доставку канолы и подсолнуха На наш новый завод растительных масел Соответственно, забирать давай из бункера канолу Начинаем, соответственно, запись маршрута И поехали на наш заводик ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и здесь останавливаем запись маршрута Соответственно, сохраняем его как зерно маслобойни Я решил сделать именно так Ну и, соответственно, пускай и канолу везет Давайте только назад немножко отъедем Дабы он загрузился по-человечески Конечно же, этот маршрут нужно тоже проверить Как и предыдущие на выгрузку Потому что как-то с двух сторон И не очевидно, с какой стороны он будет разгружаться С какой нет А может быть с обоих будет А может быть с обоих не будет Так что хрен его знает Тут все сложно с этими триггерами 62% загрузил И что, поедешь? Ну, ехай, пожалуйста, друг Давай, отлично Соответственно, ждем теперь его на заводе растительных масел ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, друзья, замечательно Все это дело разгружается Все это дело работает Поэтому мы сейчас даже, знаете, что сделаем? Мы сейчас нажмем прервать маршрут И поставим сюда возить подсолнухи Соответственно, сделать ему это нужно будет Сколько у нас подсолнухов? 249 тысяч 6 раз пускай съездит 9 тысяч пускай остается Хрен с ними Ладно, 7 раз тебе придется съездить, друг, извини А вот сейчас его геморройно будет на точку выставить На ближайшую Давай, дружище, вот отсюда с ближайшей точки Погнал И, друзья, на этом сегодняшнюю серию я буду завершать Довольно-таки большой объем работы мы сегодня сделали В следующий раз у нас будет уборка всего того, что мы посеяли За кадром, я думаю, я продам цемент Может быть, продам силоса Буду смотреть, на самом деле, по деньгам Потому что впереди нам нужно выходить в животных Предварительно нужно купить агрокорм Поскольку животным надо будет что-то жрать Сами загоны для животных стоят бешеных денег То есть коровник там стоит миллион Овчарня 750 тысяч И свинарник 500 тысяч Плюс еще курятник 250 В общем-то, наша следующая цель именно эти производства Если это, конечно, можно назвать производствами В общем-то, в животинку будем выходить Но предварительно будем строить завод агрокорм Для того, чтобы делать нашим животным хавчик В общем-то, с деньгами что-нибудь придумаем Где-нибудь их нароем Но в крайнем случае будем уже и лавандовое масло продавать Не зря же мы его делаем Вот, ну и уборочка В следующей серии все как обычно На этом, друзья, все Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали Не пожалейте, пожалуйста, лосика Мне всегда приятно, когда их много И хочется придумывать что-нибудь новое Как-то лучше относиться к записи, к монтажу и так далее Пишите свои комментарии по поводу нашего прохождения Все, что вы думаете Интересно почитать Подписывайтесь на лайв-канал, на котором стримы и все такое Вступайте в наш канал в Дискорде С вами был Никита Дилей Всем спасибо за просмотр Всем всего доброго Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok